В Малом зале кинотеатра «Искра» состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею телеканала «Видное ТВ». Поздравить с праздником сотрудников телеканала было много желающих. Глава района Олег Хромов отметил, «Телеканал как зеркало отражает происходящее в районе событие. Благодаря вам люди узнают о новостях. В то же время вы не обходите стороной проблемные, но жизненно важные вопросы. Очень важно, чтобы телевидение и дальше занимало активную позицию, шло в ногу со временем и развивалось». Госжилинспекция совместно с управляющими компаниями Ленинского района провела акцию «День открытых дверей». В этот день все желающие смогли задать специалистам интересующие их вопросы и получить на них квалифицированные ответы. При этом управляющие компании предоставили возможность жителям района встретиться лично с должностными лицами, чтобы оперативно решить проблемы как по начислениям за представляемые жилищно-коммунальные услуги, так и по техническому содержанию жилой площади, использованию домового имущества. Литературное мастерское слово Привидновской гимназии совместно с Центральной детской библиотекой Ленинского района с 1 ноября 2015 года объявляет открытый творческий конкурс «Литературный дебют» для учащихся в возрасте от 7 до 12 лет. На конкурс могут быть представлены стихи, рассказы, басни, эссе, написанные детьми. Более подробно о конкурсе можно узнать по телефону 8-926-628-8356. В Центре социального обслуживания населения «Вера» в отделении дневного пребывания номер 3 по адресу поселок Дубровский, улица Турова, дом 6А, проходит выставка работ легендарного российского путешественника Фёдора Конюхова. В экспозиции представлены шелкография, автолитерафия, рисунки карандашом, сделанные во время путешествий. Вход свободный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин